Добрый день, уважаемые коллеги! В вашему вниманию хочу представить нашу сессию. Сессия организована отделом оценки медицинской технологии Государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательского института Организации здравоохранения Медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы. В нашей сессии мы бы хотели рассказать про то, как мы видим оценку медицинской технологии как ключ к современной терапии внутренних заболеваний. Надеемся, что всем участникам этой конференции данная секция будет познавательно и интересной так как она касается разных заболеваний разных подходов к лечению больных Поэтому всем, пожалуйста, присоединяйтесь и слушайте наших докладов Если у вас вдруг возникнут вопросы к докладчикам Докладчикам, пожалуйста, задавайте их сразу после докладов или в чате Первым докладчиком выступит специалист отдела оценки медицинской технологии нашего учреждения Лучинин Евгений Алексеевич Его доклад «Обзор подходов к классификации медицинской технологии, используемых при терапии внутренней болезни» Это доклад, который откроет нашу секцию Мы также расскажем, какие мы видим подходы к классификации, чтобы дальше можно было нам подробно обсуждать другие вопросы Касающиеся оценки медицинских технологий в том числе среди разных заболеваний И используя разные критерии эффективности Евгений, вы здесь? Да, я здесь, Мальмин, но я, к сожалению, не могу подключить видеоизображение А видно ли презентацию? Алло Да, да Да, презентация видна Ну, я думаю, что, наверное, не принципиально, если меня не будет видно Да, да Презентация будет видна Добрый день, коллеги, Мальвина Меня зовут Евгений Лучинин Я специалист по оценке медицинских технологий Научно-исследовательского института Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Мой доклад называется Подходы к классификации медицинских технологий Применяемых при терапии внутренних болезней Ну, чтобы начать, нужно разобраться Собственно, с теми терминами, которые указаны в... Прошу прощения, Евгений, попробуй еще раз включить камеру Когда я отключилась, может, получится Сейчас попробую Нет Нет Ну, да Ну, ладно, хорошо Прошу меня простить Итак, чтобы разобраться в теме, нужно сначала дать определение Всем терминам, которые были озвучены в названии Итак, что такое внутренние болезни? Согласно Большой медицинской энциклопедии Внутренние болезни – это одна из наиболее крупных отраслей практической медицины Это научная дисциплина, имеющая свои задачи изучения распознавания заболеваний Так Распознавание заболеваний внутренних органов в их различных клинических формах Причин происхождения, как экзогенных, так и эндогенных, их патогенеза, профилактики и терапии Медицинская технология Значит, международная сеть агентств по оценке медицинских технологий International Network of Agencies for Health Technology Assessment Понимает под медицинскими технологиями профилактику, реабилитацию, вакцины, лекарственные средства и приборы Терапевтические и хирургические процедуры А также системы, служащие охране и укреплению здоровья Ну, вот в таком виде в списке Можно посмотреть Что же такое оценка медицинских технологий? Оценка медицинских технологий Это междисциплинарная область Научных исследований, в которой Рассматривается влияние технологий на здоровье В контексте экономических Организационных, социальных и этических факторов А также с учетом Конкретной системы здравоохранения Слайд, на котором представлены Некоторые примеры медицинских технологий Здесь можно понять, насколько они разнообразны Так, вот медицинские технологии Направлены на проектирование новых медицинских технологических процессов Это research and development Нормирующие медицинские технологии Это любой нормативно-правовой акт Модели медицинских технологических процессов С точки зрения уменьшения расходов на их реализацию, например Это то, чем занимается наш отдел Фармакоэкономический анализ Как технологии можно Например, коэффициент затраты эффективности Коэффициент затраты полезности Что еще можно отнести? Метерологические медицинские технологии Это поверка медицинского оборудования Именно поверка Это, ну, например, в какой-нибудь прецизионной хирургии лазерной Очень важная медицинская технология Медицинские технологии Контролирующие режимы лечебно-диагностического процесса Всем хорошо известны стандарты лечения Медицинские технологии связаны с экспертизой качества медицинской помощи Они же клинические рекомендации в нашей практике Медицинские технологии, использующие Исследующие эффективность медицинской помощи Это клинические исследования, включая все их этапы И управленческие медицинские технологии Например, обязательно медицинская Или дополнительное медицинское страхование УМС-ДМС Теперь можно, собственно говоря, переходить к классификации Медицинскими технологиями Первый критерий, по которым можно классифицировать Медицинские технологии, это по целям Соответственно, можно выделить профилактику Скрининг и диагностику, лечение и реабилитацию Профилактические медицинские технологии Например, персомифицированные программы Профилактики возраста с сервиной патологией Иммунизация, программы внутрибольничного инфекционного контроля Это все примеры профилактических медицинских технологий Вообще, они предназначены для защиты от болезней Путем предупреждения возникновений Снижения риска заболеваний Борьбы с их распространением и последствиями Скрининговые и очень близкие к ним диагностические Медицинские технологии Ну, скрининговые Какие примеры? Это patient reported outcomes Это результаты, сообщаемые пациентом Это диспансеризация Это измерение холестерина в крови Вот здесь тоже вопрос Они могут быть отнесены и к диагностическим Медицинским технологиям Так или иначе, это технологии, которые направлены на выявление болезней И связанных с ними факторов риска у людей Без признаков заболевания И это ключевое отличие их от диагностических медицинских технологий Которые имеют своей целью выявить причины, характер и тяжесть заболевания конкретного человека Например, электрокардиограмма, сирологические тесты или рентгенография Как лечебные медицинские технологии Направлены на улучшение или сохранение клинического состояния больного Предупреждение дальнейшего ухудшения или достижения временного облегчения Например, операции аортокоронарного шунтирования К ним же можно отнести психотерапию или лекарственное снятие онкологических болей Реабилитационные медицинские технологии Предназначены для восстановления, сохранения или улучшения физического или умственного состояния И благополучия больного Также этих технологий много Примеры – это программа физических упражнений для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Вспомогательные приспособления для нарушения речи Или диагностика и лечение постковидного синдрома Я даже на отдельном слайде вывел, что есть некоторый нюанс в этой классификации То есть технологии, которые изначально создавались для лечения или только для диагностики Могут быть использованы и для профилактики, и для скрининга и так далее То есть некоторые технологии применяются как для диагностики, так и для лечения Например, коронарная ангиография используется для выявления заболеваний сердца Это изначальная ее задача Но также сейчас используется для контроля качества установки стента Биохимические анализы использовались для диагностики и скрининга Дополнительно сейчас используются для контроля эффективности и безопасности назначенной пациенту фармакотерапии Следующий признак, по которому можно классифицировать медицинские технологии Это по виду вмешательств Существуют инвазивные и неинвазивные медицинские технологии К инвазивным, как пример, можно преподнести пункционная биопсия А неинвазивные это, собственно, ультразвуковая диагностика Прошу прощения Классификация медицинских технологий по точке приложения воздействий Здесь, в общем, достаточно все просто Есть и театропные, и патогенетические, и симптоматические, и реабилитационные медицинские технологии Опять-таки, есть некоторые пересечения Например, симптоматические медицинские технологии Анальгезия используется и создавалась изначально как симптоматическая медицинская технология Но может быть использована как и театропная медицинская технология Например, при терапии шокового состояния Классификация медицинских технологий по разделам медицины Конечно, разделов медицины гораздо больше, чем представлены на слайде Но я здесь отобрал только то, что относится непосредственно к внутренним болезням Это гастроэнтерология, кардиология, нефрология, пульмонология, ревматология, онкология внутренних органов, гематология В каждом из этих разделов медицины огромное количество своих медицинских технологий Которые также могут быть классифицированы как инвазивные, неинвазивные, театропные, симптоматические, реабилитационные и так далее Я думаю, что подробно на этом можно не останавливаться Важным критерием для классификации медицинских технологий можно считать классификацию по этапам жизненного цикла Как и все, что развивается у медицинских технологий, есть свои этапы жизненного цикла Поэтому существуют перспективные, экспериментальные, исследуемые, опробированные и устаревшие медицинские технологии Что же они все означают? Итак, будущие или перспективные медицинские технологии Это те, которые находятся на стадии концепции, предложения или ранней стадии разработки Экспериментальные медицинские технологии Это те, которые проходят демонстрационное или лабораторное испытание на животных Или на других биологических или, может быть, и компьютерных моделях Исследуемые медицинские технологии Те, которые проходят начальное клиническое испытание на людях А пробированные медицинские технологии Это те, которые используются в стандартной практике Считаемые стандартным методом решения определенной проблемы И широко применяемые на практике И устаревшие, вышедшие из употребления или забытые медицинские технологии Те, которые были вытеснены более новыми технологиями Или продемонстрировавшие свою несостоятельность, а в некоторых случаях и вред Таким образом, медицинские технологии, используемые при терапии внутренних болезней Являются наиболее обширной группой медицинских технологий Так как применяются в самой крупной отрасли практической медицины Это обуславливает разнообразие подходов к классификации таких технологий И фактически исключает их оценку только по одному критерию Развитие методов оценки медицинских технологий Используемых при терапии внутренних болезней остаются актуальные задачи и требуют дальнейшего совершенствования. У меня все. Благодарю за внимание. Мальвина, у вас выключен микрофон. Да, Евгений, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, сколько вы насчитали таких методов классификации? Так, давайте сейчас вернемся быстренько к слайдам. Итак, у нас есть медицинские цели раз, виды вмешательства два, точка приложения воздействия три, раздел медицины четыре, этап жизненного цикла пять. А которые из них вам кажутся самыми подходящими к развитию, к разработке? То есть как уже человек, который занимается данным вопросом, как вам кажется, как следует обучать новых специалистов, которые занимаются этим вопросом, с использованием прежде всего какой классификации? Классификация. Вот я думаю, что, наверное, не классификация должна быть определяющей, а то, в какой области готовится специалист по оценке медицинских технологий, на каком уровне, если специалист по оценке медицинских технологий готовится, ну, скажем, на уровне НИИ, как в нашем случае, как меня, или специалист по оценке медицинских технологий готовится на уровне лечебного учреждения. Здесь будут требоваться разные подходы. Ну, то есть нам, как НИИ, все классификации нужны, все классификации важны. А если есть какая-то узкая специализация, допустим, какое-то лечебное профилактическое учреждение готовит себе, хочет иметь у себя в штате специалист по оценке медицинских технологий, и тогда нам нужно, естественно, происходить из областей медицины в первую очередь, ну, то есть если это онкологический профиль, то ему нужно готовиться по... изучать те технологии, которые используются в онкологии, а затем смотреть, наверное, наиболее важное по этапам жизненного цикла, то есть знать, что сейчас находится на перспективе, что будет... что уже на стадии эксперимента находится, и что будет в ближайшее время быть опробировано и исследовано. Спасибо большое. Мне очень нравится данный доклад как введение в нашу тематику, потому что, возможно, оценивая медицинскую технологию, следует подумать человеку, который проводит эту оценку, и который реализует оценку медицинской технологии, и который потом принимает на ее основании решение, подумать, какой медицинской технологии по данным пластификациям относится, оценивая медицинская технология. То есть, возможно, это упрощает в каком-то плане принятие решений с использованием метода оценки медицинской технологии. Евгений, спасибо большое. Спасибо вам. Следующий доклад у нас отменен. Екатерина Борисовна, к сожалению, не смогла присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Следующий докладчик у нас специалист отдела оценки медицинской технологии нашего института Аркова Сергеевна. Елена расскажет про эпидемиологические характеристики ревматологических пациентов в Москве и лекарственное лекарственное обеспечение в 2020 году. То есть, Елена расскажет уже конкретно про конкретные заболевания и как вопросы лекарственного обеспечения пациентов могут влиять на современное лекарственное обеспечение, современную терапию пациентов с заболеваниями именно в ревматологии, которые являются частью внутренних заболеваний. Елена, добрый день. Добрый день. Спасибо. Слышно меня хорошо? Да, слышно, видно. В презентации тоже видно. Спасибо за предоставленное слово. Да, я начну. Мой доклад называется «Эпидемиологические характеристики ревматологических пациентов в Москве и их льготное лекарственное обеспечение в 2020 году». Сразу скажу, что в данный доклад вошли только 4 основных категории ревматологических заболеваний. Целью данного исследования было оценить рациональность фармакотерапии ревматологических пациентов в Москве и выявить стороны потенциального ее усовершенствования в дальнейшем. Три основных задачи, которые можно было выделить, это определить текущую ситуацию по сопоставимости качественных и количественных характеристик московской популяции ревматологических пациентов с национальными и мировыми данными, оценить актуальную структуру льготного лекарственного обеспечения данной категории больных и определить структуру бюджетных затрат на льготное лекарственное обеспечение ревматологических пациентов. В данное исследование вошли пациенты с такими ревматологическими заболеваниями, как ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, псориатический артрит и системная красная волчанка. И хочу сразу уточнить, что в наши исследования вошли пациенты, которые имели право на льготное и бесплатное лекарственное обеспечение, зарегистрированное на территории города Москвы, и, соответственно, имеющие заболевания, болезни костно-мышечной системы. По структуре ревматологических заболеваний, как видно на слайде, основная доля среди всех пациентов относится к ревматоидному артриту. Это 79%. 11% относятся к пациентам с анкилозирующим спондилитом, 6% приходится на системную красную волчанку, и 4% всех пациентов с ревматологического профиля. Это псориатический артрит. Что хотелось бы отметить, в данном докладе будут освещены эпидемиологические данные по ревматическим заболеваниям, вошедшим в данное исследование, основные медицинские технологии, применяемые в терапии ревматических заболеваний, результаты анализа данных реального мира по 2020 году и, соответственно, выводы. По эпидемиологии ревматоидного артрита, что хочется отметить, во всем мире стандартизованные по возрасту точные показатели распространенности составили 246,6. При показателе годовой заболеваемости ревматоидного артрита 14,9 по данным 2017 года, что отражает увеличение на 7,4% и 8,2%, то есть рост с момента исследований по 1990 году. Стандартизованные по возрасту показатели лет жизни с поправкой на инвалидность дали в ревматоидном артрите на 100 тысяч населения в 2017 году составило 43,3%, что на 3,6% ниже показателя 1990 года. Стандартизованные по возрасту показатели распространенности и далее увеличивались с возрастом и были выше у женщин, показатели достигли пика в возрастных группах 70-74 года и 75-79 лет для женщин и мужчин соответственно. По эпидемиологическим показателям ангелогетизирующего спондилита пациентов среди ревматических заболеваний особое место занимает одна из разновидностей аксиального спондилатрита – ангелозирующий спондилит. Данное заболевание чаще поражает мужчин в молодом трудоспособном возрасте, это лица до 45 лет и манифестация у них происходит в этом возрасте. Преимущественное заболевание связано с хроническими воспалительными болями продолжительностью более 3 месяцев в области нижней части спины и ограничением подвижности позвоночника, поражением крестцово-подвздошных костей, образованием сращения ангелозов. Распространенность в России по результатам скринингового анкетирования составляет 110 человек на 100 тысяч населения. В России и в зависимости от этнической принадлежности и географической зоны проживания данный показатель составляет от 0,1% до 2% населения. Для сравнения в США этот показатель 0,9% и 1,4% до практически 1,5% населения. По псориатическому артриту эпидемиологические данные показывают, что объединенные показатели распространенности и заболеваемости по литературным данным составляют 133 на 100 тысяч жителей и 83 каждые 100 тысяч человек. По сравнению с населением в целом, пациенты с псориатическим артритом имеют более-менее низкое качество жизни, связанное со здоровьем и повышенный риск сопутствующих заболеваний, особенно сердечно-сосудистых заболеваний. Системная красная волчанка, эпидемиологические данные по данным систематического обзора, самые высокие значения заболеваемости и распространенности системной красной волчанки были получены в Северной Америке. Самая низкая распространенность была в Северной Австралии. Что это составляет? 241 человек на 100 тысяч человек населения. Женщины страдали чаще, чем мужчины, независимо от возраста и этнической группы. Пик заболеваемости приходится на средний возраст, а у мужчин позже. Со временем наблюдается тенденция к увеличению распространенности. Почему-то исчезла. Наши исследования по сравнению показателей распространенности ревматоидного артрита, ангелозирующего спондилита, псориотического артрита и системной красной волчанки отражены в данных, это литературные данные, что видно на этом слайде. На этом слайде отражена численность популяции ревматологических пациентов в Москве в 2020 году. Соответственно, как мы можем отметить, наибольшая численность пациентов с ревматоидным артритом – это 13379 пациентов, с ангелозирующим спондилитом – это 1962 пациента, с системной красной волчанкой – 1046, и с псориотическим артритом – 644 пациента. Географические характеристики ревматологических пациентов в 2020 году. Здесь, как мы видим, соотношение мужчин и женщин отличается, и наибольшая численность женской категории пациентов – это в ревматоидном артрите и системной красной волчанке. И в то же время число пациентов мужского пола преобладает в ангелозирующем спондилите, и практически сравнимо, что женский, что мужского пола пациентов, количество по псориатическому артриту. Как показало исследование, по гендерному признаку соотношение с ревматическими заболеваниями в Москве за период исследования было следующее. Ревматоидный артрит 1 к 4, ангелозирующий спондилит 2 к 1, системная красная волчанка 1 к 10 и псориатический артрит 3 к 4. Соответственно, средний возраст пациентов за период исследования оставался неизменным и составлял при ревматоидном артрите 65 плюс-минус 10 лет, ангелозирующий спондилит 51 плюс-минус 11 лет, псориатический артрит 57 плюс-минус 10 лет, и системная красная волчанка 51 плюс-минус 13 лет. Если останавливаться на актуальных принципах диагностики фармакологического лечения, реабилитации, хирургических вмешательств, то в основном по ревматологическим заболеваниям берутся в учет принятые в международных ревматологических ассоциациях, таких как Американский колледж ревматологии и Европейский альянс ассоциации ревматологов. Это стандарты и рекомендации, которые приняты в международных учреждениях. И сетью исследований лечения спондилартрита, спартан, Американская ассоциация спондилита и другие, периодически обновляемые, пополняемые. По структуре бюджетных затрат на терапию ревматологических пациентов исследуемой нами популяции в Москве в 2020 году наибольшие затраты на одного пациента, как мы можем отметить по данному графику, приходятся на пациентов с анкелозирующим спондилитом и псориатическим артритом. При этом численность пациентов с ревматоидным артритом значительно превышающая все остальные, но на них приходится средняя доля затрат, то есть минимально приходится на пациента с системной красной волчанкой. По данным Центра лекарственного обеспечения. Среди используемых схем фармакотерапии следует отметить, что лидирующими схемами среди всех применяемых в 2020 году для лечения пациентов с ревматическими заболеваниями были следующие. При ревматоидном артрите, монотерапии, метатриксатом, анкелозирующем спондилитом, монотерапии, генноинженерными биологическими препаратами, псориатическим артритом, монотерапиями, метатриксатом и системной красной волчанкой терапия двумя препаратами гидроксикилорохин и метилпреднизолом. Среди всех препаратов генноинженерной биологической терапии можно выделить лидирующими и в том числе ингибиторов янускиназы. Выделить можно в ревматоидном артрите терапии. Лидировал этанерцепт. В анкелозирующем спондилите лидировал также этанерцепт. В псориатическом артрите лидирующую позицию занимал устикинумаб и системной красной волчанки билимумаб. Соответственно, мы можем сделать выводы из исследования, такие как анализ льготного лекарственного обеспечения пациентов с ревматологическими заболеваниями. Показалось, что система льготного лекарственного обеспечения Москвы рационально стабильна и направлена на расширение арсенала медицинских технологий с тенденцией на снижение их затратности для бюджета. Результаты данного исследования отражают сопоставимость московской популяции ревматологических пациентов со статистическими данными и могут быть использованы в дальнейшем в фармако-экономических исследованиях и для построения моделей клинических исследований. Эффективное и своевременное внедрение новейших медицинских технологий в диагностике и терапии ревматических заболеваний связано с дальнейшим ростом бюджетных затрат на данные нозологические группы, но при этом оно направлено на долгосрочные перспективы сохранения работоспособности пациентов и их функциональной активности, что в свою очередь способно предотвратить дальнейшие затраты и снизить социальное бремя заболеваний. Расширение арсенала диагностических методик и осведомленности врачей первичного звена данной группе патологий должно в конечном итоге привести к большей эффективности диагностики и улучшению показателя. Что тут у нас играет? Елена Сергеевна, спасибо. Очень хороший доклад. Спасибо. И хочу обратить ваше внимание, коллеги, что это уникальное данное, то есть, насколько мы знаем, только мало мест в России, в которых публикуются похожие данные, которые дают возможность изучить всех больных с одного региона, по их половой принадлежности, по возрастным группам, по используемым препаратам. Это огромная работа по сбору данных, которые проводит Центр лекарственного обеспечения и не менее кропотливая работа наших специалистов, в том числе Елены Сергеевны, которая проводит анализ этих данных и сводит их в такие интересные графики, и так, чтобы мы могли пользоваться дальше, проводя фармакоконимический анализ. Мы также хотим сказать, что Елена Сергеевна и другие коллеги из нашего отдела провели тоже такую работу по другим ревматологическим заболеваниям и по другим специальностям планируется также эта работа или уже проведена. Если вам интересно, уважаемые коллеги, узнать, про какие заболевания мы уже провели, такую работу, пожалуйста, обращайтесь к нам. Возможно, мы уже опубликовали данные по тому заболеванию, которое вам интересно. Мы также проводим работу с главными штатными специалистами в этом направлении. Мальвина, я прошу прощения, я хотел попросить спикеров не листать чужие слайды. Все ведущие с правами доступа выступающего могут переключать чужие слайды, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны со стрелками на вашей клавиатуре. Хорошо, конечно. Это я случайно. Я случайно меня нажал, потом надо обратно, я туда ее подкрутил, как раз туда, куда нужно. Конечно. Спасибо большое модератору. Спасибо большое Елене Сергеевне за очень интересный доклад. Коллеги, если у вас возникнут вопросы, то, пожалуйста, задавайте в чат. Я их прочту и обсудим их. Или же связывайтесь с нами по почте, если они вдруг возникнут попозже или захотите их дальше обсуждать с нами. Уважаемые коллеги, следующим нашим докладчиком является Александр Геннадьевич Толкушин, который расскажет нам про использование методики АВА анализа пациентной медицинской технологии. Это его уникальная разработка, большая тема работы нашего отдела. Пожалуйста, Александр, расскажи нам про то, каким образом свою методика может быть применена в нашем отделе. Да, спасибо большое за представление и организаторам за возможность поучаствовать, рассказать об такой инновационной методике, но доклад у меня будет более общий, да, и может быть даже близкий, больше к докладу Евгения Лученина, чем к председствующему докладчику. Вот, и, собственно, по АВА анализу, именно оценке медицинских технологий. Для оценки медицинских технологий, в общем-то, может быть, такие направления актуальны. Первое, это одна медицинская технология. Да, когда соблюдается максимум информации по этой медицинской технологии, как, например, допустим, в зарубежных отчетах, там, HTA-репортах по конкретной медицинской технологии, по конкретному лекарственному препарату, применяемому в определенных клинических ситуациях, такое можно найти. И большинство, в общем-то, оценки медицинских технологий сфокусировано на какой-то одной, одном лекарственном препарате или на другом варианте терапии. Есть другое направление, это все медицинские технологии, которые применяются при определенном заболевании или в определенном учреждении. Но, естественно, если мы все оцениваем медицинские технологии, то собрать такой большой объем информации, как для одной, такой возможности не имеется. Примером такого оценки является анализ ассортимента, в том числе и с применением АБЦВН-анализа. И то, о чем мы будем сегодня говорить, это посерединке находится, то есть это выбор из некоторых медицинских технологий лекарственных препаратов, их может быть несколько или много. И, соответственно, та информация, которая обладает наибольшей актуальностью и важностью для системы здравоохранения, для принятия решений по арсеналу, по выбору лекарственной терапии. Для примера остановимся на комплексной оценке, которая проводится в рамках процедуры включения переченьженного ВВП. Там, что важно нам для дальнейшего обсуждения, этот анализ уже носит черты критериальности. То есть в этой работе выделены критерии и критические шкалы по этим критериям. Но критические шкалы выделены всего по трем критериям. Это уровень убедительности доказательств данной клиника экономических исследований и анализа влияния на бюджет, а также другие сведения. Соответственно, для того, чтобы набрать проходной балл соответствующий и быть рассмотрены на комиссии, необходимо по первому направлению включить в заявку систематические обзоры, мета-анализы, рандомизированные клинические исследования, те исследования, те данные, которые кватируются как имеющиеся высокий уровень доказательности. Но при этом нужно исключить из заявки и постараться не доносить эту информацию об когортных исследованиях, случаев контроля, описания клинических случаев и так далее, и экспертного мнения. Хотя нужно отметить, что бывает так, что какие-то описания серии случаев или описания случая, когортные случаи контроля, наблюдательные исследования оказываются более значимы для системы здравоохранения, для клинической медицины, но так как мы руководствуемся действующими правилами, лучше эти данные в заявке по включению в ЖНОВЛП не афишировать. Также есть еще одна шкала по клинико-экономическим исследованиям и анализу военный бюджет, что в общем-то решается при планировании проведения этих исследований в аспекте дизайна. Соответственно выбор определенного дизайна, царевой популяции пациентов, сравнивая препаратов и так далее, и так далее, оно может помочь в том, чтобы получить необходимое количество баллов. соответственно с учетом методологического качества, то что называется, то есть это определенные формальные требования. Есть еще один пункт критерий, это локализация производства и некоторые другие, как их называют, инновационный метод действия, но опять же это актуально на уровне принятия решений, когда мы рассматриваем ЖНОВЛП. когда мы говорим о субъектах федерации и принятии решений на этом уровне, то важно осознать, что имеется фиксированный бюджет лекарственное обеспечение, и нужно исходить из этого конкретного фиксированного бюджета. эффективность которая оценивается и должна быть оценена, должна оцениваться исходя из этого затрат бюджета, то есть ожидаемая, она тоже довольно лимитирована по восприятию, по сравнению с теми же вариантами проведения клиник экономических исследований, когда клиническая эффективность берется из клинических исследований, как это сказано в том же 871 по перечне уже на ВВП, из клинических исследований те данные, по которым так и показана статистическая достоверность, но в реальной жизни для системы здравоохранения часто эти критерии эффективности являются не значимыми, как, например, те, о которых мы будем говорить в дальнейшем, когда будем рассматривать конкретику. По сравнению с таким вот методом АБЦВН-анализа мы говорим о том, что в отличие от АБЦВН-анализа, где присутствует дискретность и отсутствует четкое определение критериев ценности ВЕН, то есть есть 9 квадрантов по уровню затратности АБЦ, и ВЕН по уровню ценности. Но здесь уровень ценности как таковой жизненной значимости он часто не определен каким-то образом. То есть если он определен как перечень ЖНВВП, то все препараты, которые причины перечень ЖНВВП, они относятся к букве В, то есть ВАЙТЛ. И возникают соответственно сложности. поэтому мы перешли от этого подхода к подходу более плавному, то есть где нет четкого разделения каких-то границ. И важно учитывать возможности бюджета конкретного на лекарственные препараты. И если лекарственный препарат стоит и тратится на него гораздо больше, соответственно и затраты бюджета и ценность этого препарата должна быть выше. Ну в общем те критерии ценности, которые мы пока что рассматриваем как основные, это пока 10, 5 из них связаны с лекарственным препаратом. Это влияние этого препарата на выживаемость, влияние препарата на качество жизни самочувствия пациента, влияние использования препарата на превозвращение затрат в будущем, безопасность или нежелательное явление и удобство использования. Но также есть перечень критериев, которые актуальны для сравнения между собой разных нозологий, в том числе такие как смертность, возраст, бремя, распространенность и один из наиболее важных критериев, скорее всего, для оценки значимости новых технологий, это наличие или отсутствие эффективной терапии рассматриваемого клинического случая, или целевой мопуляции пациентов. Ключевые индикаторы в анализе это, конечно же, А, это цена, которая рассчитывается на одного пациента в год, это ценность, которая измеряется критериально, о чем мы только что сказали, и важный критерий, это Н, количество пациентов, которые находятся в конкретной клинической ситуации и используют конкретные лекарственные препараты, которые закупаются, естественно, за бюджетные средства. Рассмотрим возможности и ограничения предлагаемого инструмента. видно, что к преимуществам можно отнести охват, когда можно охватить большое количество лекарственных препаратов, близость к реальному миру, использование реальных данных. Мы стремимся к тому, чтобы он был прост в использовании, этот инструмент. Таким же он обладает универсальностью. Важна инструментальность, что до того, как мы этот инструмент начали разрабатывать, пока что какого-либо инструмента для управления арсеналом на уровне Субъектной Федерации, который бы носил такие черты, такие как в том числе стремление к объективности и так далее, пока что мы не видели. Методичность, гибкость, то есть, что инструмент может быть подстроен, могут быть изменены критерии ценности, добавлены новые и так далее. Но также есть ограничения, к ним можно отнести, что мы можем рассматривать пока только лекарственные препараты, другие технологии, пока что мы не рассматриваем. Необходимость сбора экспертного мнения, необходимость регулярного пересмотра, потому что это очевидные такие ограничения, которые в общем-то являются довольно относительными. И рассмотрены только амбулаторное лекарственное обеспечение, потому что острое состояние, требующее госпитализации либо какие-то другие медицинские технологии, они конечно же будут следовать оценивать в другой плоскости. И те результаты, которые мы получим с помощью АВ-анализа, они будут в меньшей степени применимы. Но могут быть применены только как ориентир или референс значения. Какие приложения мы можем рассмотреть? Некоторые мы уже рассмотрели в пилотных проектах, когда разрабатывали эту методику, в том числе ремонтодный атлет, когда мы смотрели на терапевтические аналоги. Важно, что если мы рассматриваем терапевтические аналоги, то мы ограничиваемся только схожими препаратами, с аналогичным действием в одних и тех же клинических ситуациях, но при этом нам критерии, которые связаны с нозологией, будь то смертность, возраст и так далее, они у нас не рассматриваются, не актуальны. Но становится актуально, когда мы переходим к рассмотрению лекарственных препаратов в схожих либо в разных клинических ситуациях, как то онкокематологию, которую мы уже начали рассматривать, кардиологию, и разные ремонтологические заболевания, такие как ремонтодный артрит, анкелозированный патриотический артритий системы Красноволчанка, как раз именно то, о чем рассказывала у нас Елена Сергеевна на предстоящем докладе. Ну и мы ожидаем, что в перспективе мы сможем рассмотреть, с использованием, с применением этого инструмента, с применением этого платформы, когда она уже будет апробирована и будет интерактивная и с возможностью разных вовлечения экспертов и представления данных и так далее, мы будем рассматривать весь арсенал лекарственных препаратов, закупаемых за счет фиксированного бюджета. В первую очередь, конечно же, те, которые оказывают существенное влияние на бюджет системы здравоохранения. Благодарю за внимание и возможность выступить. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и буду рад ответить на все ваши вопросы, будь то в чате или позже. Спасибо. Александр, спасибо большое. Коллеги, как вы видите, наш отдел занимается оценкой медицинской технологии разнопланово. То есть, первым выступил Евгений, который рассказал про классификацию, второй выступил Елена, которая рассказала, скажем, грубо говоря, про затраты, про лекарственное обеспечение. Сейчас выступил Александр с его методикой анализа, которую мы применяем, сравнивая затраты с эффективностью, грубо говоря, опять же. Сейчас расскажем про будущее нашего, нашу будущую работу, будущее нашего отдела в том числе. то есть, мы начинаем сейчас заниматься плотно вопросом оценки медицинских изделий и про этот вопрос расскажет сотрудник также нашего нашего учреждения, нашего отдела Анна Смирнова. Анна, пожалуйста, передаю вам слово. Добрый день, коллеги. Я специалист отдела медицинских технологий, как уже сообщил Мальвина, и сегодня мой доклад называется «Клинические исследования и оценка медицинских технологий изделий медицинского назначения, которые применяются в терапии внутренних заболеваний». Для начала кратко остановимся на основных понятиях. В принципе, мой коллега Евгений Лучинин уже подробно об этом рассказал, поэтому я быстро пройдусь. Что такое внутреннее начнем с того, что поговорим о том, что такое внутренние болезни. Это одна из наиболее крупных отраслей практической медицины, научная дисциплина, имеющая свои задачи изучения и распознавания заболеваний внутренних органов в их различных клинических формах. Далее следует понять медицинские изделия. Это инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы, которые применяются для диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний. Медицинские изделия применяются как по отдельности, так и в сочетании между собой и в сочетании с другими необходимыми принадлежностями и также с программным обеспечением. Таким образом, что можно сделать вывод, что медицинские изделия активно применяются в терапии внутренних заболеваний. Далее, клиническое исследование медицинского изделия – это любое запланированное систематическое исследование с участием человека, которое предпринимается для оценки безопасности и эффективности конкретного медицинского изделия. И также я хотела бы дать описание медицинской технологии. Это профилактика, реабилитация, вакцины, лекарственные средства, приборы, терапевтические и хирургические процедуры и системы, служащие охране и укреплению здоровья. Что же такое оценка медицинских технологий Health Technology Assessment? Это в соответствии с определением ВОЗ это мультидисциплинарная систематическая оценка предпосылок и последствий использования медицинских технологий, которые способствуют принятию управленческих решений на основе научных исследований и результатов экономического анализа в условиях конкретной системы здравоохранения. Таким образом ОМТ оценка медицинских технологий это инструмент определения наиболее эффективной и безопасной медицинской технологии. Далее поговорим о вопросах на которые отвечает ОМТ. Имеет ли технология доказанную эффективность? Какой из рассматриваемых вариантов является наиболее эффективным? какой из рассматриваемых вариантов является наиболее рентабельным? И оправдано ли финансирование выбранного варианта? предметом ОМТ является собственно медицинская технология это следует из самого понятия и основными медицинскими технологиями рассматриваемые при ОМТ являются лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Эти две технологии имеют множество различий и все различия можно разделить на пять групп жизненный цикл продукта клиническая оценка проблемы пользователей затраты и экономическая оценка и интеллектуальная собственность далее рассмотрим эти пять групп чуть подробнее жизненный цикл в отличие от жизненного цикла лекарственного препарата жизненный цикл медицинского изделия более короткий потому что устройство быстро устаревает появляются новые технологии и возможности также использование медицинских изделий может предполагать чаще всего предполагает техническое обслуживание возможно зависимость одного медицинского изделия от другого и также бывает разный срок службы отдельных составляющих частей медицинского изделия вследствие того что медизделия имеют короткий жизненный цикл клиническая оценка основывается на ограниченных данных для измерения безопасности и эффективности далее существует такой момент отличающий медизделия от лекарственного от лекарственных средств это то что эффективность применения медицинского изделия зависит от лица его применяющего и тут естественно совершенно по-разному это может рассматриваться в зависимости от того пациент применяет медизделие или же медицинский работник затраты и экономическая оценка здесь необходимо учитывать затраты связанные с поставкой установкой обучением пользователей поставки расходных материалов и техническим обслуживанием и все это влияет на экономическую эффективность медизделия кроме того существуют варианты закупок медизделий в зависимости от их типа как пример можно привести допустим бесплатную поставку медицинского оборудования в больницу при условии наличия договора на приобретение расходных материалов все это естественно тоже влияет на экономическую оценку и далее пункт интеллектуальная собственность медицинские изделия требуют наличия патента что же происходит с оценкой медицинских технологий в России в 1998 году впервые появилась у нас концепция клиника экономического анализа в которой появились компоненты и аналоги ОМТ оценки медицинских технологий в 2014 году эта концепция стала использоваться при формировании перечни лекарственных препаратов необходимых для оказания медицинской помощи постановления правительства номер 871 и там уже в общем-то описаны интегральные шкалы оценки лекарственных препаратов и есть требования к анализу влияния на бюджет и к качеству клиника экономической и клиника экономических исследований а что же происходит у нас с оценкой медицинских технологий медизделий в настоящий момент в настоящий момент медизделия проходят клинические исследования мы уже говорили об этом клиническое исследование это исследование эффективности и безопасности медицинского изделия далее немножко подробнее рассмотрим что на настоящий момент регулируется сегодня в РФ есть основной федеральный закон 323 об основах охраны здоровья граждан в котором дано понятие определение медицинского изделия описан порядок ввоза регистрации также порядок введения реестров медизделий и реестров медицинских организаций далее правила ввоза медизделий и правила регистрации медизделий также регламентируются приказом Министерства здравоохранения соответствующим и постановлением правительства Российской Федерации требования к проведению оценки медизделий утверждены Утверждена классификация медизделий в зависимости от потенциального риска. Также приказы Министерства здравоохранения существуют об утверждении положения о Совете по этике в сфере обращения медицинских изделий и об утверждении требований к медицинским организациям, проводящим клинические испытания медицинских изделий. Таким образом, можно сделать вывод о том, что оценка медицинских технологий медизделий пока еще у нас не имеет достаточной базы нормативной. И поскольку медицинский рынок сейчас развивается, активно развивается, и здравоохранение постоянно сталкивается с новыми технологиями и возможностями, А также, поскольку сейчас мы столкнулись с пандемией COVID-19, появляются новые методы удаленной диагностики, появляются телемедицина, онлайн-консультации. И кроме того, в связи с болезнью посещения общественных мест и медицинских учреждений, многие люди стали чаще заниматься самолечением, в том числе и с применением медицинских изделий. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что разработка рекомендаций стандартов оценки медицинских технологий в РФ сейчас является остро актуальной задачей российского здравоохранения. Спасибо за внимание. Если у вас есть, например, какие-то предложения, вопросы по этому поводу, в том числе, тогда обращайтесь к нам, мы будем учитывать ваши комментарии, замечания, с удовольствием послушаем вас как экспертного сообщества. Анна, спасибо большое. Спасибо. И последний доклад, это мой доклад. Как я сказала раньше, мы занимаемся оценкой медицинской технологии и рассмотрели в рамках этой сессии разные ее составляющие, затраты, методику, предмет. И я рассмотрю критерии эффективности. В моем докладе я расскажу про результаты, сообщаемые пациентами в оценке медицинской технологии. И вначале я хочу рассказать несколько слов по поводу того, какие существуют определения в этом вопросе. Показатели эффективности оказания медицинской помощи в настоящее время применяются разные, в разных странах, в разных регионах, на разных уровнях. Это показатели летальности пациентов, безопасности пациентов, частота повторных госпитализаций, профилактическая направленность оказания медицинской помощи, а также своевременность ее оказания. Мы также, учитывая предыдущий доклад, также оцениваем эффективность оказания медицинской помощи, и также проводится эффективность использования диагностического оборудования. Это критерии эффективности для проведения оценки медицинской технологии, медицинских изделий. А также, что самый пациентоцентричный, наверное, и самый современный подход – это удовлетворенность пациента. Результаты, сообщаемые пациентами – это крайне пациентоцентричный подход. Мы рассматриваем пациента как одно целое с учетом разных его состояний заболеваний. А и результаты, сообщаемые пациентами – это любой отчет о состоянии здоровья пациента, который поступает непосредственно от него, без интерпретации ответа пациента врачом или кем-либо еще. То есть пациент должен сам отметить, например, вопросники его состояния на шкале, сам должен решить, сколько это – от нуля до ста, как он себя чувствует, например, или разные другие результаты, которые сообщаются ним. То есть если врач говорит, что пациент чувствовал себя хорошо, это не результат, сообщаемый пациентами, а это результат, сообщаемый врачом, потому что, возможно, врач так его воспринял. Результаты, сообщаемые пациентами, их преимущество – это то, что пациент может рассказать о многих вещах, таких как мысли, жалобы, мнения, которые не могут быть представлены, никакой технологии, критерии эффективности, используемым наблюдателями. И они очень ценны, особенно в тех системах здравоохранения, которые пациентцентричны. При некоторых заболеваниях именно качество жизни, а не выживание является конечной целью лечения. Особенно это видно, например, в тяжелых онкологических состояниях, когда пациент чувствует себя очень плохо, к примеру, то есть его качество жизни низкое, но, возможно, его выживаемость растет. Но стоит, наверное, задать пациенту вопрос, как он оценивает свои качества жизни, насколько реализовалось это лечение. Медицинские технологии позволяют измерять физически, физиологически или биохимически данные пациента, но не могут предоставить всех данных о заболевании или процессе лечения. Некоторые из этих данных можно получить только от пациента именно в вопросе результатов, сообщаемых пациентами. Результаты, сообщаемые пациентам, не следует путать с результатами, ориентированными на пациента, которые предполагают использование анкеты, которые охватывают проблемы, опасения характерные для пациента. То есть мы там подсказываем пациенту, что он мог бы ответить. И не следует также путать с показателями опыта, сообщаемым пациентам, которые больше ориентированы на общее впечатление пациента. То есть какое, например, у него впечатление от больницы. Примером, результатом показателя опыта с общением пациентам является зачастую в такой немножко смешной форме, но бывает пациенты оставляют в Google Review или в Яндекс свои впечатления от больниц или от врачей. Вот это как есть и впечатление пациента. То есть он не рассказывает, как он себя чувствует, как он оценивает именно этот опыт лечения. Результаты, сообщаемые пациентами, могут собираться и использоваться разным образом. Могут собираться с помощью анкет, которые пациент заполняет самостоятельно или путем опроса пациентов. Но только если интервьюер узнает мнение пациента, не использует ответы для своей профессиональной оценки или суждения о его состоянии. Поэтому предполагается, что результаты, сообщаемые пациентами, должны быть сообщаемыми именно не по врачу, который его лечит, а разным другим интервьюерам. Таким образом, результаты, сообщаемые пациентами, используются как средство сбора данных о пациенте, а не о клинических или других результатах. С точки зрения пациентов, это важное преимущество о получении лечения или одобрении лекарств для финансирования государственными средствами. Итак, как я сказала, одним из показателей оценки оказания медицинской помощи является качество жизни. Качество жизни, удовлетворенность пациентов, прошу прощения, которые непосредственно связаны с качеством жизни. Качество жизни, мы можем... В качество жизни вкладывается также понятие качества жизни, связанного со здоровьем, который делится на восприятие здоровья, функциональный статус и психосоциальный статус. Измерение качества жизни может проводиться путем использования опросников качества жизни, которые могут быть произведены для качества жизни, несвязанного и связанного со здоровьем. Что касается опросников качества жизни, связанного со здоровьем, есть общие и специфические опросники. И общие опросники мы делим на профили здоровья и опросники, которые измеряют полезность. Среди опросников, общих опросников качества жизни, мы имеем опросник ECOF-IT, который применяется больше 30 лет. Существует на данный момент больше 200 языковых версий. Есть три варианта, трех-пяти уровней и для молодых, и пять доменов использования. Опросники качества жизни ECOF-IT применимы ко всем состояниям здоровья. Результат заполнения можно привести в единую цифру, принимая во внимание состояние здоровья хуже, чем смерть, и может быть выслан по почте или заполнен самостоятельно. Они также доступны в электронной и бумажной версии, и они краткие, всего лишь шесть вопросов, и легко заполняемые. Что его, собственно, делает очень популярным, особенно для пациентов, которые проводят мало времени, заполняя его. Опросник качества жизни состоит из пяти доменов и дополнительно визуально-аналоговой шкалы. Примером пусть станет первый домен перед движением в пространство. Пациент может отметить состояние от «я не испытываю никаких трудностей при ходьбе», «я испытываю небольшие трудности при ходьбе» и «умеренные, большие трудности в ходьбе», и «я не в состоянии ходить». Методы нашего исследования качества жизни мы использовали в нашем исследовании качества жизни официальную русскоязычную версию, опрашивали взрослым населением Москвы для обеспечения репрезентативности выборки, использовали квотную выборку, разделив Москву на 10 официально административных округов, используя РСТ для выборки по округам. Хочу отметить, что хотя мы это исследование проводили в 2017 году, когда уже давно был введен деление Москвы на 12 округов, то есть с новомосковскими и троицкими округами, мы не учитывали респондентов с этих округов, потому что их транспортная доступность и другие особенности этих именно административных округов делала, их качество жизни, возможно, не репрезентативны для всех остальных. Поэтому мы использовали 10 основных округов московских, которые были доступны до 2012 года. Мы также собирали дополнительные данные по образованию, по заработной плате курения, использованию интернета и другие данные. Так выглядел наш опросник качества жизни. Мы старались максимально четко отразить возрастные группы, как вы видите, получилось это довольно хорошо. И мы также структурировали, как мы структурировали наши данные, мы ввели данные в Excel. Как вы видите, тут есть рекорды определенные. Мы проводили этот опрос в первом столбике, там есть дата, во втором столбике время, затем в станции метро, административный округ, локализация, то есть где был проведен опрос, и затем уже кто проводил опрос, какой был пол опрашиваемого и его возраст. Затем мы вводили данные уже ответы пациентов. Анализировали данные мы с использованием программы StatsDirect, которая просчитывает разные статистические измерения данных. Среди основных результатов мы обнаружили, что среднее спективное восприятие качества жизни, связанного со здоровьем московской популяции, составило 74,1. Индекс EQ5D5L составил 0,907. Параметр с наибольшей частотой сообщаемых проблем был боль, дискомфорт, затем была anxiety, depression. 27% респондентов не отметило никаких проблем, то есть их состояние здоровья по всем доменам было идеальное. Проблемы были чаще у женщин, чем у мужчин, намного чаще, и также качество жизни, которое измерялось объективным и субъективным показателем, то есть EQ5D5L-индекс, это объективный показатель и субъективный EQH, было намного хуже у женщин, чем у мужчин во всех возрастных группах. И группа с неожиданно высоким процентным сообщением о проблемах была возрастная группа от 25 до 34 лет. Что примечательно, в группе от 18 до 24, то есть самой младшей группе, была также самая большая разница между женщинами и мужчинами, то есть молодые женщины намного хуже чувствуют себя в вопросах качества жизни, чем молодые мужчины. Как вы видите, качество жизни во всех доменах падает с возрастом, однако больше всего это заметно для домен подвижности и самообслуживания, а для домены anxiety, depression, stress, depression примерно процент каких-либо проблем в исследуемой популяции одинаков для всех возрастных групп. Вы видите эту зеленую прерывистую линию. Что касается субъективного восприятия пациентами и их качества жизни, мы можем увидеть, что оно также падает с возрастом, однако самым высоким оно является в группе 25-34 года. Оно выше, чем в молодой группе 18-24. Так. Не. Алло. К сожалению, не переключается. Можно попросить помочь? Переключить могу, но у вас... Ну ладно, я расскажу без слайдов, концовку моей презентации, потому что тут что-то зависает. Еще раз есть то, что было на небольшой картинке с картой Москвы, хоть не в северо-восточном административном округе, а лучше всего в Аграде. Однако из-за того, что там выборка была, не считается это статистически значимым. Вот именно этот, спасибо большое, этот слайд. И последнее, что хотят сказать, это то, как используются эти данные в фармакоклимическом анализе. Можем их использовать, рассчитывая показатель затрат и полезность. Мы также можем их использовать в мнении решения о том, чтобы какую-то медицинскую технологию закупать или нет. То есть можем их использовать в принятии решений о здравоохранении. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Коллеги, если есть вопросы, то ждем. Сейчас или можно потом. Коллеги, к сожалению, у Мальвины, я так понимаю, у меня какие-то технические сложности возникли. Александр, если ты с нами на связи, то может быть какое-то заключительное слово по секции? Если нет, то ждем ваших комментариев в чат, ответим на ваши вопросы. Пока. Спасибо.